Всем привет, это скринкасты, меня зовут Аня, я работаю в ВК в команде PREDICT. Мы занимаемся тем, что помогаем бизнесу принимать решения на основе больших данных. Мы находим какие-то инсайты, формируем рекламные сегменты в зависимости от запросов, пользователь можем обрабатывать геоданные и всячески помогать принимать различные решения, важные для бизнеса. Для того, чтобы это делать, мы используем множество различных инструментов, среди которых есть Spark. Что такое Spark? Это фреймворк, который позволяет быстро обрабатывать большие объемы распределенных данных. Сам фреймворк не подразумевает хранение данных, но он совместим со многими системами. Он может работать локально, также использовать, например, файловую систему HDFS. Кроме того, для того, чтобы выполнять запросы на Spark, нужен менеджер ресурсов, который распределяет ресурсы на кластерах. Чтобы выполнять какие-то запросы, может использоваться несколько высокоуровневых языков программирования, например, Scala, Python или R. Мы сегодня будем говорить о том, как можно использовать Spark и какие основные задачи он может помогать решить. Прежде чем мы начнем писать какой-то код, стоит поговорить о том, как вообще данные в Spark могут быть представлены. Есть несколько форматов. Один из них — это RDD — Resilient Distributed Dataset. Dataset — это неизменяемая коллекция объектов. Также существует еще один формат представления данных — это DataFrame. Это что-то похожее на реляционную таблицу внутри, которая хранится в памяти кластера обработки данных. Также еще существует Dataset — это надстройка над DataFrame с большими возможностями. Сегодня мы будем говорить про DataFrame и то, как с ними можно работать. Они отличаются от RDD тем, что содержат внутри себя схему данных. То есть там мы видим, какие есть столбцы, каких они форматов. Такого нет в RDD. Чтобы начать пользоваться Spark, нам необходимо сделать первую точку входа — это использовать объект Spark Session. Начнем использовать Spark. Для того, чтобы создать свое первое приложение, мы должны сначала импортировать объект, который создает сессию Spark и позволяет нам обрабатывать данные. Мы будем работать локально и использовать файл, который у нас локально лежит на нашем компьютере. Для того, чтобы создать Spark Session, мы пользуемся следующей командой — это Spark Session. Далее мы обращаемся к объекту Builder и далее говорим, что мы работаем на локальной машине, задаем название приложения и вызываем метод getOrCreate. Он позволяет создать новый объект сессии. Если его нет, если он существует, то он возвращает существующий объект. В Spark существует несколько различных типов представления данных — это RDD, DataFrame и Dataset. Сегодня я покажу, как работать с объектом типа DataFrame и какие функции можно с ними выполнять. После того, как мы создали первую сессию, мы можем прочитать наши первые данные. Наши данные будут храниться в файлике типа CSV. Бывают также и, возможно, чтение совершенно различных исходных данных. Мы будем использовать этот. Чтобы сделать, мы создадим переменную, которая будет у нас показывать, где хранятся наши данные. Первая таблица — это информация о пользователе. DataUserInfo. Чтобы ее прочитать, мы используем объект, созданный ранее. Это Spark. Теперь мы прочитаем тот файл, который мы заранее подготовили, и преобразуем его в DataFrame. Чтобы это сделать, мы вызываем объект SparkSession, который мы сохранили в переменную ранее. Это у нас Spark. Дальше мы вызываем read и говорим, что мы хотим прочитать CSV-файл. Название CSV-файла мы... Я скопирую. Он у нас называется IngeniousUserInfo. Перед тем, как мы это сделаем, можно добавить несколько дополнительных опций, которые упростят нам дальнейшую работу. Первое, что мы можем сделать, это добавить опцию чтения заголовков нашего файла. Чтобы прочитать заголовки файла, название колонок, мы используем этот option, и туда передаем название header и говорим true, что мы хотим их прочитать. Кроме того, когда мы вызовем метод print-схема и посмотрим на схему данных, можно обратить внимание на то, что выдает нам результат. Мы видим список колонок, их название, и далее идет тип данных. Но если мы на него посмотрим, то везде сейчас тип данных string, это строка. Но на самом деле в исходном файле это не так, и там есть типы данных отличные. Ну, например, здесь есть информация о возрасте, и она хранится в числовом формате. Чтобы прочитать эти данные корректно, можно воспользоваться следующим методом и задать option infer-схема и также передать значение true. Отлично, теперь мы видим, что типы данных соответствуют тем, которые есть в исходном файле. И даже, например, возраст у нас типа integer, то есть целое число. Отлично, мы прочитали этот файл, но теперь нам хочется посмотреть, а что же там лежит. Для этого есть метод, который называется show. Если мы его вызовем без каких-либо аргументов, то мы получим первые 20 строк этого файла, но мы можем ограничиться и задать какое-то число определенным параметрам. Это, например, выведем первые 5 строк этого файла. После того, как мы вывели этот файл, мы видим такую табличку, где видны значения и названия столбцов, которые есть в этой таблице. Здесь, в этой схеме данных, мы видим всю информацию о пользователе, его индекс user ID, возраст, пол, индекс массы тела, наличие детей, курит ли человек или нет и в каком регионе он проживает. Далее, что мы можем делать с этим датафреймом? Так же, как и в обычном SQL, мы можем посмотреть не на все столбцы, а выбрать только некоторые. Это можно сделать при помощи знакомого из SQL способа функции select. Попробуем ее вызвать и посмотреть, что получится. Давайте выведем номер пользователя, его ID и возраст. Для этого мы называем метод select и перечисляем те столбцы, которые мы хотим видеть. Это user ID и age. Отлично. После того, как мы вызвали метод, мы видим, что пока что никакого вывода не произошло, с чем это связано. При использовании Spark есть два типа операций. Это трансформации и действия. Когда мы выполняем трансформацию, мы описываем, что мы хотим сделать с нашей таблицей, но на самом деле ничего еще не происходит. Вычисления начинаются только после того, как мы вызываем какой-то метод действия. Это может быть метод show, с которым мы уже познакомились. Это может быть метод take или другие действия, которые мы можем выполнить с DataFrame. Например, также метод count тоже относится к действиям, после которых происходит выполнение всех операций, которые мы вызывали до этого. Теперь давайте вызовем все-таки и посмотрим, что же у нас там получилось. И теперь здесь мы видим, что у нас выведено только два столбца. Это UserID и Age. Что еще мы можем сделать с DataFrame? Ну, из очевидного, что приходит в голову, это вызывать какие-то условия. Чтобы проверять какие-то условия, что пользователь, например, старше какого-то возраста, или младше, или какие-либо другие нам необходимые. В нашем наборе данных есть информация об индексе массы тела. И вот в Википедии я взяла такую табличку, где есть информация о том, когда индекс массы тела находится в пределах нормы, когда ниже, когда выше. Мы возьмем более простой пример. И давайте посмотрим для примера тех, кто находится ниже нормы. Что нам нужно сделать для этого? Для этого мы обращаемся к нашему DataFrame. И для того, чтобы добавлять какие-либо условия и выводить только те строки, которые подходят под это условие, используется метод Filter. И внутри него мы можем задавать условия равенства, неравенства. И вообще их на самом деле очень-очень много разных. Много функций, которые поддерживает PySpark. Которые мы можем проверять. Например, если у нас есть столбец с массивом, мы можем проверить наличие какого-либо элемента в этом массиве. Далее важный момент. Когда мы хотим добавить условия, это можно сделать несколькими способами. Можно это как в качестве параметра задать строку, а можно использовать следующий синтаксис. Мы обращаемся к тому столбцу, который мы хотим использовать. Этот метод, он находится внутри модуля PySpark SQL Functions, и мы его импортировали и назвали большой буквой F. И теперь, если я хочу обратиться к какой-либо колонке, я всегда использую этот метод F. И оттуда беру из этого модуля столбец, по которому я хочу сделать условия. Здесь у нас это столбец BMI. И мы проверяем, что он меньше либо равен значению 18,5. Это нижняя граница нормы. И опять же, фильтр относится к трансформациям, и он, если его вызвать, не произойдет ничего с нашим DataFrame. Нам нужно вывести наш результат при помощи метода show, чтобы увидеть результат. Да, не забываем импортировать, и после этого мы сможем увидеть. Ага, теперь мы видим только те значения, только те строки, где значения BMI находятся ниже нормы. Далее, что мы еще можем делать? На самом деле, условия могут быть более сложными, их может быть вообще неограниченное количество. Если мы захотим задать какие-то сложные, мы можем это описать. И в скобке мы здесь записываем в качестве аргумента более сложные условия. Например, если мы хотим, чтобы у нас было значение, мы хотим вывести значение нормы, тогда мы проверяем, что у нас значение индекса массы тела, оно больше нижней границы, и проверяем, что оно меньше верхней границы. На самом деле, такое условие можно было записать проще через метод between. Такое тоже возможно. И посмотрим на результат. Теперь мы видим те значения, которые выше нормы. Но зачастую нам недостаточно того, чтобы просто проверить какие-то условия. Нам нужно задать какие-то дополнительные значения в зависимости от тех значений, которые находятся в других столбцах. Ну, например, в нашем же примере мы хотим не просто проверить, что индекс массы тела находится в пределах или не пределах нормы, а обозначить это специальной переменной. Для этого мы добавим новый столбец, где у нас будет обозначено, что вес этого человека меньше нормы, он нормальный или больше нормы. Чтобы это сделать, мы можем использовать такую eFails-конструкцию. В фреймворке PySpark она будет выглядеть следующим образом. Мы можем использовать метод withColumn. Он позволит нам создать новую колонку. На самом деле этот метод может использовать не только как для создания новой, но и для трансформации существующей колонки. Давайте назовем ее BMIInfo. И теперь мы здесь можем описывать условия. Мы записываем его при помощи конструкции when, то есть когда. Когда у нас значение столбца BMI меньше порогового значения, значит, у нас это меньше нормы. Мы записываем. Так как мы обращаемся к уже существующему столбцу, мы пишем, обращаемся к колонке, пишем ее название. Если у нас это значение меньше либо равно 18,5, далее мы ставим запятую и пишем, что должно быть поставлено в значении этого столбца. Но мы не можем здесь написать просто текст. Здесь используется, опять же, специальный метод. Он называется lead. И он нужен, если мы хотим заполнить столбец с каким-либо значением. f, lead. И здесь это у нас less than норма. Окей. Далее нам наше условие нужно, нашу конструкцию с условиями нужно развить. И мы добавляем еще один when. Если наше значение индекса массы тела больше 18,5 и при этом меньше 25, тогда это у нас значение нормы. И на самом деле здесь мы не ограничены, мы можем добавлять столько условий, сколько нам нужно для решения нашей задачи. В таком случае это у нас норма. И здесь мы можем также есть несколько вариантов либо явно прописать наши условия, либо использовать метод otherwise, то есть что будет в другом случае. В другом случае этот вес у нас больше нормы. Ну, опять же, этот метод, если его просто вызвать, он работать не будет. Вызываем метод show, чтобы посмотреть, что у нас получилось. Окей, теперь мы можем видеть в текстовом значении, к какой группе веса кто относится, и можем посмотреть, а сколько человек к какому типу принадлежит. Для этого можно использовать аналогичные в SQL методы группировки. И здесь в фреймворке PySpark это делается следующим образом. Мы вызываем метод groupby и в него передаем информацию о том, по какому столбцу мы хотим делать группировку. Мы хотим делать группировку по столбцу bmi.info. Далее мы добавляем метод egg и говорим, а что конкретно мы хотим сделать после группировки. Мы сгруппировали и хотим посчитать, а сколько у нас пользователей с этим значением. Для этого мы можем использовать метод countDistinct. И в него мы передаем значение того столбца, название того столбца, который мы хотим посчитать. Это у нас userAdee. И теперь мы можем посмотреть, что у нас получилось, но обратите внимание, так как мы здесь до этого демонстрировали создание столбца с переменной vmi.info. Мы это делали, не преобразовывая существующий data frame, поэтому мы можем сделать так и сохранить его заранее в переменную и уже потом использовать в нашем запросе. Так как если мы вызовем этот метод сейчас, мы получим ошибку о том, что такого столбца не существует. Давайте это сделаем. Давайте with bmi.info. И здесь мы уберем метод show, здесь мы просто не хотим его отображать, мы просто хотим его сохранить и далее использовать. Окей, теперь этот метод мы добавляем в наш groupby и отображаем, что у нас получилось. И сколько у нас данных в этом data frame. Ну, тут у нас получилось так, что на самом деле здесь больше людей, у которых вес выше, чем норма, а тех, у кого меньше, их совсем мало, всего 21 человек. Окей, что еще мы можем сделать? Кроме того, как использовать группировки, мы можем сортировать полученные значения, так же, как и в обычном SQL. Это метод orderby. И в него мы передаем тот столбец, который мы хотим отсортировать. В нашем случае это столбец с посчитанными значениями, но на самом деле сейчас в нашем отображении он выглядит не очень красиво. Здесь прям записан тот метод, который мы использовали. Чтобы это поправить, мы можем его переименовать. Для этого мы будем использовать метод alias, куда мы можем передать новое значение столбца. Давайте его назовем userCount. И именно по нему мы будем проводить сортировку. Так, у меня здесь была опечатка. На самом деле все эти методы наизусть знать не нужно. У Vice Park прекрасная документация, где вы можете очень легко и просто найти любой ответ на ваш вопрос. Так, давайте посмотрим, что у нас получилось. И вот у нас отсортированные данные. И также мы можем отсортировать в обратном порядке. И для этого мы используем параметр ascending false. И теперь мы видим, что сортировка у нас происходит в обратном порядке. Еще один популярный инструмент, который мы можем использовать, который есть в языке SQL, это поддержка оконных функций. Немного расскажу о том, что вообще такое оконная функция. Когда мы выполняем любой запрос, мы обращаемся ко всему набору данных. Если мы используем запрос с оконной функцией, то мы разбиваем наш набор данных на блоки и внутри каждого блока мы проводим ту операцию, которая нам необходима. Ну, например, давайте посмотрим на среднее значение индекса массы тела в зависимости от пола и добавим это отдельным столбцом. Мы могли бы это сделать при помощи группировки и увидеть значение пол и значение среднего индекса массы тела. Но если мы хотим добавить этот столбец к существующим данным, при этом не использовать пересечение таблиц, join'ы, тогда мы можем как раз-таки воспользоваться оконной функцией. Чтобы это сделать, нам для начала нужно импортировать само так называемое окно и затем создать переменную, внутри которой мы описываем, как наше окно будет выглядеть. Создаем переменную, вызываем объект window. дальше, что нам нужно у него передать, это то, по какой переменной у нас будет создаваться окно, в нашем случае это пол. Взываем метод партишн by и передаем тот столбец, внутри которого у нас хранится пол. окей, теперь мы можем использовать его и вызываем наш data frame. Опять же, мы здесь можем как использовать метод select, мы можем создавать дополнительный столбец при помощи метода escala и его использовать. Чтобы создать запрос законной функции, сначала мы вызываем тот метод, который мы хотим вычислить. В нашем случае это поиск среднего. это у нас AVG. Вызываем, называем тот столбец, которому мы хотим это сделать. Это у нас индекс массы тела. И задаем окно при помощи over, используем ту переменную, которую мы создали ранее. Посмотрим на результат. Но, кроме того, здесь еще на что нужно обратить внимание, когда мы задаем окно, у нас данные автоматически сортируются, и если мы сейчас вызовем этот метод, то у нас по полу все строки будут отсортированы, и мы не увидим, действительно ли у нас в этом столбце то, что мы хотим, и мы можем поэтому воспользоваться методом сортировки. и отсортировать по user-in. Так, у нас по-другому вызывался data frame. Отлично, теперь мы видим столбец с средним значением индекса массы тела, и одновременно мы можем смотреть, насколько сильно индекс массы тела определенного юзера соотносится со средним. Если мы захотим как-то преобразовать полученные значения, например, здесь уменьшить количество знаков под запятой, для этого тоже есть свои функции, и их много различных функций, и мы их можем использовать. Что еще мы можем делать с нашими таблицами? мы с нашими data frame мы можем их объединять. Для их объединения используется метод join, и давайте посмотрим, как это можно сделать. Для этого давайте прочитаем еще один файл CSV, который у нас есть, где хранится значение стоимости его трат на страховку. Для этого мы можем воспользоваться тем же синтаксисом, который мы использовали ранее, но передать отличное значение файлам. название файла у нас injurious charges. Посмотрим, что там лежит. При помощи метода print-схема там у нас лежит user-id и значение стоимости его страховки. Чтобы объединить столбцы мы используем метод join. Для этого мы указываем какой data frame мы хотим объединить и с каким. Это у нас data user-info и тот, который у нас новый прочитанный это data charges. Давайте еще раз прочитаем этот новый data frame и user-info. Так, мы указываем какой data frame мы хотим объединить, каким образом мы хотим его объединить. здесь в пайс-парке можем использовать все доступные возможные типы join-off. Здесь мы будем использовать inner и по столбцу user-id. Если нам необходимо использовать более одного столбца, мы можем передать здесь список. Давайте посмотрим, что у нас получилось в исходном data frame при помощи print-схемы. и мы видим, что у нас здесь есть все столбцы, которые есть в обоих data frame. Мы сегодня познакомились с базовыми возможностями фреймворка Spark и его использованием в рамках языка Python, как его можно использовать для преобразования одного из типов это data frame. При помощи этих методов можно их комбинировать как вам угодно. Много разных функций для обработки ваших данных, чтобы находить днем инсайты и находить полезную информацию. На этом у меня все. Меня зовут Аня, я работаю в команде Predict. Это были скринкасты. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.